Всем привет, с вами Ирин. Сегодня разбираем слова и выражения, за которые вы проголосовали в нашем паблике. Сегодня у нас в меню три фразовых глагола, а именно shy away, come lose, to be bound by. Все эти слова и выражения взяты из видео, которое объясняет, почему ни одно ваше решение не свободно. Рекомендую с ним ознакомиться по ссылке в описании. Вот отрывок из видео, где встречает это словосочетание без субтитров. Попробуйте расслышать его в тексте. Субтитры создавал DimaTorzok Важно понимать, что to be bound by – это страдательный залог, образованный глаголом bind – связывать, привязывать. Bound – это вторая форма глагола и третья, которая служит причастием связанной. В случае использования с предлогом by переводится как я обязан, связан, я ограничен, в некоторых случаях я обязан соблюдать. Ну, например Я связан врачебной тайной. Или Я обязан соблюдать врачебную тайну. Ну и, конечно, наш отрывок Ограниченные физическими законами. Надеюсь, вопросов нет. Если есть, пишите в комментариях. Попробуйте расслышать это выражение в этом отрывке. Получилось? Maybe I'm a little worried one of my feelings is coming loose, so I'm shying away from granola because it's... Здесь глагол to come стоит в имговой форме, поскольку предложение построено в Present Continuous. Вообще, называть словосочетание to come loose фразовым глаголом не совсем корректно, потому что lose – это не предлог, а прилагательное. Значит, оно свободный, развязанный, расшатанный. Come в данном случае можно воспринимать как аналог become – становиться. С тем же значением. An exotic dancer fell off the stage when a pole came loose. An exotic dancer fell off the stage when a pole came loose. An exotic dancer fell off the stage when a pole came loose. Стриптизерша упала со сцены, когда шестер расшатался. В нашем отрывке перевод точно такой же. Maybe I'm a little worried one of my feelings is coming loose, so I'm shying away from... Одна из моих пломб расшатается. Едем дальше. Пытаемся расслышать победителя в нашем голосовании в следующем отрывке. Maybe I'm a little worried one of my feelings is coming loose, so I'm shying away from granola because it's too crunchy. Or I just don't think about cream of wheat very often. I mean, they don't have very good brand awareness anymore. What even is cream of wheat exactly? And the oatmeal is sitting right there in front of me. Да, это тот же самый отрывок. Удачно, правда? Shy away действительно является довольно интересным выражением, потому что обычно shy это прилагательность за значением застенчивой или стеснительной. В Paris to be в некоторых случаях перевод уже будет как у глагола. You were just shy! You were just shy! You were just shy! Ты просто стесняешься! Shy в качестве глагола без предлогов не используется практически никогда, но в Paris away оно приобретает значение избегать из-за страха или неуверенности. Maybe I'm a little worried one of my feelings is coming loose, so I'm shying away from granola because it's too crunchy. Or I just... Избегаю, потому что боюсь. Обратите внимание, что если мы указываем, что именно мы избегаем, то используют еще один предлог from. Ты избегаешь всех сложностей. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши вопросы и предложения в комментариях под видео. Надеюсь, вы заметили, что качество звука улучшилось. Это все благодаря тому, что я наконец-то смог наскрести денег на новый микрофон. Собственно, из-за того, что я неделю ждал доставки, видео на этой неделе выходят в воскресенье, а не раньше. Спасибо тем, кто донатит и тем, кто помогает распространять мои видео. Без вас ничего бы не вышло. Детерминизм – это свобода. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok